Здравствуйте, студия Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о стерилизации домашних животных. Для этого у нас в гостях Мархабад Абдигалевич Мадьяров, ветеринарный врач. Здравствуйте. Здравствуйте. Много лет говорилось о необходимости стерилизации домашних животных в Алматы и замены как бы утилизации животных на стерилизацию. И вот наконец процесс пошел. Теперь скажите, что это за, скажем, явление стерилизации в Алматы и кто этим занимается? Ну, это явление, как говорится, вынашивалось давно, с начала нулевых годов. Значит, стерилизация бездомных животных – это гуманная мера регуляции численности бездомных животных. Если этим заниматься планомерно, то в конечном итоге мы получим, что бездомных животных в Алматы, на улицах нашего города, станет гораздо меньше. Занимается этим на данный момент, значит, по государственной программе, то есть государство выделило, значит, какие-то средства, то есть определенную сумму. Занимается этим четыре клиники, которые выиграли тендер на данную работу, то есть на данную услугу. А в масштабах Алматы это много или мало? Четыре клиники не справляются с объемом работы? Ну, они имеют право нанимать подрядчиков. На данный момент информации о том, что они не справляются, еще не поступало. Клиники работают. А вот теперь процедура, то есть каких домашних животных касается эта программа? Целевая группа, можно сказать? Да, целевая группа, значит, это кошки и собаки владельческие, то есть у которых есть, как говорится, юридический хозяин. Теперь, кто оплачивает это? Государство. А сама процедура? То есть человек приходит, предъявляет кошку, собаку и говорит, что ему надо? Сама процедура достаточно немного сложновата для населения, я думаю. Они должны предоставить, значит, социальная справка о том, что проживает в данном районе, предоставляет ветеринарный паспорт и свое удостоверение. А ветеринарный паспорт, кто его заводит на животное? В ветеринарной клинике. В ветеринарной клинике. Да. Теперь вопрос, вот этот вот объем, то есть сколько животных может быть стерилизовано в течение года или там в течение работы этого грамма? Ну, насколько я знаю, порядка десяти тысяч животных в течение года. В течение года. И как эта квота выбирается на данный момент? Я на данный момент не могу сказать, насколько программа выполняется, вот, например, поэтапно. Но, в принципе, это осуществимо. Если работать, значит, определенная нагрузка на врачей есть, сколько операций там в день. Потом операция не все же сложные. То есть, если кастрация, она проводится на течение 10-15 минут, стерилизация там минут 40 животных, если нет никаких там патологий, отклонений. Теперь следующий вопрос. Ну, кто-то выполняет свою работу хорошо, кто-то не очень. Вот в плане критериев оценки работы, кто занимается контролем, как происходит? Контролем качества выполненных работ занимается управлением сельскохозяйственной ветеринарии города Алматы. То есть, они мониторят, они контролируют эту работу клиник. И клиники отчитываются о продельном работе. И получается, наверное, сами хозяева животных, да? Конечно. Которые говорят, шоу понравился, не понравился, болело, не болело животное. Да. А вот в целом, скажем, эта информация до населения дошла и как она вообще воспринята жителями города? Ну, информация дошла, скорее всего, по интернет-ресурсам, по социальным сетям. Как таковой рекламы на телевидении ради я не слышал и не видел. Но у нас социальные сети хорошо работают. Клиники держат свои, то есть, у них есть свои сайты, куда они выкладывают всю эту информацию. Управление сельскохозяйства тоже этим занимается, на своих сайтах выкладывает эту информацию. Если вы в контакте с зоозащитниками, они как оценивают начавшийся процесс? Ну, в принципе, учитывая, что сколько лет мы к этому шли, то, что это уже есть, это уже большой успех и достижение. Для управления сельскохозяйством, для зоозащитников и вообще для всего города в целом. Если программа планомерно идет и поэтапно, то есть, сначала должны быть стерилизованы все домашние животные, потом условно-владельческие, ну, по идее, потом бездомные и, как бы, в идеале, какая должна быть картинка в конце? То есть, к чему мы стремимся? Мы стремимся к тому, что на улицах нашего города не будет бездомных животных. То есть, они будут все находиться в приютах. То есть, будут открываться площадки в городе Алматы. После того, как животное будет служба отловлено, оно будет провакцинировано, простерилизовано, например, да, если, что касается, значит, условно-владельческих и бездомных животных. Владельские животные, если, как говорится, хозяева дойдут до этого, что поймут необходимость, что если у него животные непородистые, что он не занимается там породным разведением, то нет смысла плодить, значит, беспородных животных. То есть, это же большая ответственность. Их нужно выкормить, их нужно вырастить, как говорится. Не каждый хозяин может весь предплод у себя ставить. У нас же, как бывает, там, подарочки в коробочке. Из-за этого же человек не может себе позволить, там, 5 или 10 щенков иногда проносить, сука, выкормить. Он просто иногда бывает выбрасывает их. А там уже начинается стресс у населения, то есть, щенок гавкает, хочет есть и так далее. То есть, по идее, такая картина, она должна уйти с улицы Алматы. Да, по идее, должна уйти. Такого не должно быть. Теперь вопрос. Я понимаю, что это все пошаговая работа пыталась. Ее, во-первых, нельзя сворачивать, а вот какие-нибудь временные рамки, сколько она должна пройти, чтобы все увидели положительные перемены и такие качественные, переход количественных изменений в качественные? Ну, конечно, я оптимист, но я думаю, лет 5. Лет 5, да, чтобы было видно, что эта программа дала свои первые. Ну, если учитывать, что требовали стерилизацию больше 10 лет, то 5 лет это вообще очень скромно и прогресс возможен. Видите, а вот эти вот, когда клиника выигрывает тендер, да, то есть там получаются вот эти всякие столы, лекарства, квалификация персонала, это все прописывается? Это все прописано. Значит, прописаны технические требования клиникам. Еще один вопрос. Если по программе, то есть ветпаспорт, все дела, то это бесплатно за счет государства. А если бы человек из своего кармана платил, то в ветклинике сколько стоит стерилизовать животное? Ну, в среднем стерилизация, значит, СУК в зависимости от веса, там, 15-10 тысяч. Это в среднем. Есть клиники, которые убивают больше, есть клиники, которые там по акциям постоянно работают с зоозащитными организациями. Ну, кастрация в зависимости опять от веса, от породы, от возраста, от, значит, 5 до 10 тысяч. То есть, получается, можно не полениться и собрать эти справки, все-таки 15 тысяч это деньги поменять все время. Конечно. Лучше эти деньги потратят на послеоперационный уход. Оно же тоже требует материального положения. А есть информация, которую вы бы хотели, пользуясь случаем, донести до населения? Пользуясь случаем, конечно. Я бы хотел обратиться к населению города Алматы с просьбой, значит, отнестись к пониманиям, с пониманием к этой проблеме безнадзорных, бездомных животных, для того, чтобы численность их в горе Алматы сократилась, мы должны работать все. То есть, население должно с полной ответственностью относиться к своим питомцам, чтобы они, как говорится, без планирования не плодились. Для этого владельцы должны, я считаю, стерилизовать своих питомцев. И тогда и качество жизни этих животных после этого улучшится. И продолжительность жизни не будет сокращаться. Как многие считают, это миф, то, что после стерилизации собака или кошка живет меньше. Это полнейший мир, да. Качество жизни их улучшается. Они не простятся на улице. То есть, они не таскают заразу с улицы домой. То есть, получается, что... Очень много положительных моментов. У животных тоже есть такое понятие, как качество жизни, да? Конечно. Причем, как у владельческих, условно-владельческих, так и у бездомных. Да, конечно. Большое спасибо. У нас в гостях был Мархабад Мадьяров. Мы говорили о стерилизации. До свидания. До свидания.